Назгуль Джумакадырова около 30 лет работает в сфере медицины. 18 из них она трудится в санитарной авиации. Одна из основных ее обязанностей – доставка тяжелобольных пациентов из отдаленных уголков республики в столицу, а также отправка специалистов в регионы. Медик рассказывает, что повышение зарплаты стало существенной подмогой для нее. Нам ощутимо. До этого мы получали 12-13 тысяч зарплаты, сейчас получаем 29-30 тысяч на руку. Конечно, ощутимо. Сейчас же все продукты, все подорожало. Сейчас, да, на все хватает. Президент Садыр Джапаров напомнил, выступая на завершающем первую сессию седьмого созыва доходов от таможенных платежей, был поднят вопрос кумтора и ведется работа по созданию дополнительных источников доходов в бюджет страны. Благодаря этому растет заработная плата госслужащих. На этой основе нам удалось повысить заработную плату работников трех самых важных профессий в обществе – наших учителей, врачей и работников культуры. Есть хорошие намерения и конкретные планы по повышению зарплаты работникам других отраслей с 1 августа текущего года. Инфляция и геополитическая ситуация в мире, засуха и другие явления также повлияли на экономику Кыргызстана. Выросла стоимость продуктов питания и товаров первой необходимости. По словам экспертов, в таких условиях забота о государственных работниках является весьма своевременной. И то, что уже этот процесс начался, то, что поднимают заработные платы – это очень хороший показатель. Я думаю, что на этом не будут останавливаться, будет этот процесс продолжаться, и люди, я думаю, со временем еще больше будут чувствовать на себе, как наша экономика постепенно начинает входить в нормальное русло, и мы получаем определенный рост. По мнению политологов, из-за низкой заработной платы некоторые люди ищут различные способы заработка. Таким образом, повышение зарплат – это один из способов борьбы с коррупцией. Чтобы была полная отдача, полная отдача от госслужащих, мы в первую очередь должны поднять их заработную плату. Потому что сейчас идет сильная инфляция, все начали подорожать, поэтому, чтобы у них была полная отдача, чтобы они работали на высоком уровне, мы должны им создать условия, и в том числе с поднятием заработной платы. В условиях экономического кризиса и резкого роста цен на продовольствие власти страны работают над увеличением заработной платы, пенсии и пособий. С апреля зарплаты врачей, учителей и работников культуры увеличились до 100%. Впереди поэтапное увеличение заработной платы и другим госслужащим.